Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Встретились, поговорили». Мы продолжаем. Меня зовут Вадим Родиона, звукорежиссёр Родион Золотарёв. А в гостях у нас сегодня российская актриса театра и кино, вокалистка группы «Рейс Ту Спейс», «Гринпойнт Оркестра» Ивия Татьяна, Мирия Цихон. Здравствуйте, Мирия. Здравствуйте. Вы приехали в Ригу в рамках программы фестиваля «Золотая маска». Да. Вот этот фестиваль в Риге уже проходит традиционно и приводит лучшие спектакли России. То есть, насколько... Вы приехали с русским романом. Да. Театр Маяковска. Вот для вас это произведение, учитывая, что ставил как раз тут интересно, что литовский режиссёр, драматург, да, и вообще взгляд на русскую, российскую действительность. То есть, насколько это интересный взгляд? Есть ли там элемент чего-то постороннего? Вот как вы это ощущали? В хорошем смысле. В смысле, что за счёт того, что это сделали, иностранцы. Вот только что была пресс-конференция, и мы об этом говорили. Ну, вернее, пытались задавать такие вопросы. Мне кажется, что в искусстве практически нет национальности. То есть, там практически нет такого ощущения, что вот литовские режиссёры. Конечно, у нас есть представление о литовской режиссуре, потому что у нас в Москве есть и Туминос, и приезжает Некрошис, и вот есть Карбаускис, и теперь есть драматург литовский. Но у всех них свой театр, и более того, когда они соприкасаются с русскими артистами, он становится вполне себе русским театром, и там нет такого... Ну, то есть, не знаю, мне не кажется, что взгляд на материал, на тему какой-то иной за счёт того, что Мариус литовец, или за счёт того, что Миндугас литовец. Мне кажется, Миндугас очень хорошо чувствует и Россию, и всё русское, и у него в каком-то смысле русский роман вообще с Россией, с этой культурой, с театром российским. И мне кажется, что... Это просто очень хорошая пьеса, которую написал Мариус. В ней очень много вскрывается разного, но мне не кажется, что это вопрос того, откуда Мариус, да, и то, что он замахнулся на русскую классику, ну, на рассказ про русского гения, про его жену. Эта история могла бы быть про кого угодно. То есть, да, конечно, это про Толстого, но про любую жену гения, про любых детей гения, про то, как сложно быть рядом с гением, про то, как, когда ты пишешь, или даже когда ты актёра, играешь роль, эта роль может тебя... ну, перескочить на тебя, да, то есть не ты сделаешь роль, а роль начинает захватывать тебя, и ты уже начинаешь жить, как точно так же в спектакле эта тема, что Толстой пишет Анну Каренину, но Анна Каренина меняет его жизнь, его отношения с женой и так далее. Это когда не писатель управляет героем, а герой управляет писать, или обогащает друг друга. Ну, писатель управляет героем, а потом герой становится настолько сильным, герои даже, да, и тема, что она тебя уже ведёт за собой. Но мне кажется, многие писатели это отмечали, когда ты придумываешь какого-то персонажа, и вдруг он просто начинает жить твою жизнь. Ну, вот если говорить об образе Анны Карениной, одном из таких, одном из самых мощных, наверное, в русской литературе, то есть тяжело ли работать актёру, актрисе с этим образом, учитывая, сколько его уже пытались ставить, сколько пытались интерпретировать и так далее? Ну, вот в этом спектакле как раз мне нравится, что это Анна Каренина не из Анны Каренина и Льва Толстого, это Анна Каренина Мариуса Ивашкевича, это Анна Каренина в некотором смысле автор Толстой, который её пишет, это Анна Каренина как судьба, как женский образ, как невозможность любви или невозможность сохранения любви. Это не Анна Каренина, к которой мы привыкли. Более того, в романе всё-таки, мне кажется, когда ты читаешь Анну Каренину, нет такого... То есть её идеализируют. Анна Каренина в кино, в театре становится красивой женщиной. Она не красивая женщина. Такой роковой женщиной. Роковой женщиной, да, женщиной. Она... У неё, безусловно, есть какой-то шарм, и об этом пишет Толстой и так далее, но это не история про красивую роковую женщину, которая... Даже умирала красиво. Да, даже умирала красиво. Эта история во многом и про эгоизм. Про эгоизм, ну, вообще самоубийство. Хотя, ну, у Мариуса это самоубийство объясняется тем, что она пытается сохранить любовь, пока она не развалилась. Ну, то есть, как два человека встречаются, это как столкновение, очень сильное столкновение за счёт того, что они ударяются друг об друга, и это и есть любовь, да, вот по пьесе Мариуса. А дальше они начинают... Так как они сильно ударились, движения, они расходятся в разные стороны. Такая инерция. Да, по инерции. И чем дальше, тем они больше расходятся, и уже никогда не будет так, как было в тот момент, когда они сошлись. Мы не знаем, сколько длится этот момент. Но ведь это очень справедливо, это очень про жизнь. И мы все живём с этой памятью об этом моменте. Неважно, он был год, или полгода, или неделю. И мы всё пытаемся как-то соответствовать дальше, и мы ищем вот это ощущение, которое было. А оно меняется с годами. И это ощущение, это, возможно, какое-то идеализирование любви, но это не есть любовь, которая проходит сквозь года, которая... Такое тлеющее чувство, да, как говорят? Да, да, да. Не страсть, которая... Этот костёр загорелся и быстро сгорел, а именно вот такое спокойное, тлеющее ощущение любви. Ну, да. Если говорить, кстати, о вашей актёрской работе, потому что мы с вами уже говорили о том, что образ Анны Карериной, в общем-то, и в кинематографической и так далее. Вам не было сложно работать, учитывая, сколько всего вы видели, наверное, я предполагаю, с теми стереотипами, с которыми вы сталкивались? Слушайте, мне не было сложно работать, потому что мне очень понравилась пьеса, я очень хотела поработать с Карбаускисом, и я была в новой для себя среде, с новыми артистами, в новом театре, с режиссёром, с которым я мечтала поработать, над темой, которая меня очень волнует и интересует, и сам роман, и то, как Мариус его, ну, скажем, препарировал, создав совершенно новую свою пьесу, потому что это не то, чтобы он сделал компиляцию из романа и дневников, он сделал абсолютно свою историю, свою пьесу, которая как бы основана на, реальных событиях, на дневниковых записях и на романе, и мне кажется, что люди, которые хорошо знают Анну Каренину и недавно её перечитывали, увидят, скажем, большую глубину в спектакле и услышат какие-то цитаты, возможно, и им это добавит понимание, но, в принципе, если ты не читал Анну Каренину, ты совершенно спокойно можешь эту историю воспринять отдельно, ты, может быть, чуть-чуть запутаешься, там будет какая-то тайна, но это даже здорово, потому что потом будешь... есть о чём подумать. Поэтому нет, как актрисе у меня была совершенно иная... Это не было потому, что я играю Анну Каренину, это скорее было потому, что я вообще делаю для себя совершенно новую вещь и работаю с совершенно, ну, другим подходом к режиссуре, в принципе, и то, как Миндугас мне... Ну, то есть я выросла в таком домашнем театре, да, я выросла в театре, где я всех знаю, потому что мы все вместе учились, это театр Женовача, это СТИ, Женовач мой мастер, четыре года я у него училась с этими людьми, потом мы создали театр. Кстати, в рамках «Золотой маски» мы были в Риге, в том числе несколько раз со спектаклями Женовача, и, ну, еще когда я работала в театре, еще даже в студенчестве, по-моему, мы ездили, и когда ты вдруг из этой зоны комфорта выходишь в какое-то свое отдельное свободное плавание и попадаешь в совершенно иную среду, и вдруг узнаешь, что ты можешь... Ну, ты узнаешь о себе очень много нового, в этом, в принципе, актерская профессия, это одна из ее огромных привилегий. То есть познай себя, да? Да, познай себя. Это такая психотерапия в каком-то смысле, но ты, ну, как сказать, когда ты пытаешься думать сам за себя, а потом вдруг режиссер тебе говорит, послушай, я режиссер, ты актриса, я не дам тебе облажаться, я просто хочу, чтобы ты мне поверила и сделала так, как я прошу, потому что я вижу со стороны. Ну, попробуй сделать так, как я предлагаю. И это так сложно, потому что ты... У тебя есть чувство самоконтроля, которое ты не можешь отключить. Ты, в принципе, ну, у тебя есть какой-то минимальный даже опыт, но тебе кажется, что ты знаешь, как это выглядит. Не в смысле, что ты хочешь, как актриса, быть хорошенькой. Совсем нет. Но тебе очень боязно сделать не по правде. Тебе боязно, что это вдруг может быть наиграно, или может быть не в твоей органике. И вдруг тебе предлагают как бы уйти в какую-то совершенно другую сторону, и вдруг выясняется, что тебе это очень идет, что ты это можешь делать, что ты можешь существовать еще в какой-то совершенно новой для себя истории. То есть это преодоление для актера в этом смысле? Преодоление для человека довериться другому человеку. Это всегда очень сложно. Даже в те моменты, когда мы думаем, что мы доверяем, даже в тот момент, когда нам кажется, что мы этого достигли, это очень сложно. Но при этом, когда это происходит, это вознаграждается тем, что ты получаешь доверие в ответ. И я не знаю, это, наверное, одно из самых замечательных уроков, который у меня был в жизни. И это был не театральный даже урок столько, сколько человеческий. Я все время об этом говорю, но для меня это правда открытие. Правда, открытие этот год был просто под словом доверия. Но это получается, что для вас новая история, судя по вашему рассказу, потому что вы, видите, работали с разными режиссерами. И, в общем, если мы говорим о таком стереотипном восприятии режиссер-актер, то, соответственно, это частая история, когда режиссер говорит, доверься мне, и я так вижу, актер из него, собственно, лепит. Ну, какой-то образ. Да, безусловно, это, собственно, и есть как бы привычное состояние отношений актера и режиссера, но они, к сожалению, не всегда получаются. Ты можешь так и не довериться. Или ты очень хотел бы довериться, но ты не доверяешь ему в принципе, поэтому не можешь этого сделать до конца. Ты делаешь вид, что ты доверяешься, но на самом деле делаешь по-своему. Такая имитация. Кому-то очень нравится быть глиной, а кому-то очень важно проявить себя. И даже если... Мне, скажем, очень нравится выполнять команды и быть глиной, и делать то, что мне говорят. Ну, вот в театральном мире. Но, да, так или иначе, возникает момент, когда ты не согласен, и ты хочешь тоже... Не знаю, мне кажется, это очень тонкий момент, потому что довериться можно тогда, когда создается правильная почва для этого. И я, на самом деле, наблюдала, как работает Миндугас, и он со всеми артистами работал совершенно по-разному. Он каждому артисту нашел свой подход. И раскрыл каждого артиста удобным для этого артиста образом. Я не могу сказать, что мне было легко. Мне было очень тяжело. Я очень... Мой весь организм этому противился. Но он... Но это похоже, вот если такая метафора мне сейчас пришла в голову, такой образ, скорее, когда вы стоите спиной к толпе и просто прыгаете назад. И не знаете, вас там поддержат или нет. Вот для актера, вот в этом. Доверься мне, и когда тяжело. Нет, нет, это скорее, когда ты... Потому что толпа, это, собственно, твои коллеги. И в этом смысле у меня сразу возникло ощущение, что я могу падать, и они меня поддержат. Поддержат. Другой вопрос, когда ты стоишь перед пропастью, а на той стороне человек дает тебе руку и говорит, ну прыгай, прыгай, и я поймаю тебя. И он поймает. Да, и он тебя ловит. Но решиться на этот прыжок, это довольно сложная история. И я так рада, что... Ну, опять-таки, это не то, чтобы визуально будет понятно, что вы придете на спектакль и увидите, ого, вот это там, ну, скажем, вы видели меня до этого в театре, или не видели, но вы видите, что я делаю какой-то скачок выше головы. Это же все равно всегда в моей вселенной, в моей практике, в моей, ну, карьере, в моем опыте, да, для меня это был огромный скачок. Ну, это сопоставимо с той фразой, которую произнес Нилл Амстон, маленький шаг для человека и огромный шаг для человечества, но сейчас, если, конечно, говорить о внутреннем, вашем внутреннем мире, то есть это этапная история, этапный год. Да, да. Ну, вот если говорить о работе с русской классикой, ведь вы снимались у Михалкова в «Солнечном ударе», и там у вас была роль сотрудника НКВД, то есть «Красный комиссарш», образ из «Окаянных дней» Ивана Бунина. То есть вот этот опыт, он вам много дал, кинематографические работы с Михалковым? Слушайте, это очень неоднозначный опыт, но, как сказать, очень сложно, будучи артистом, от такого предложения отказаться. И я имею в виду и работу с таким известным мастером, и тему, собственно, потому что все-таки там часть этого фильма – это рассказ «Солнечный удар» и это романтическая история, а все-таки наша часть, она абсолютно, ну, абсолютно не абсолютно, но написана она исторически. Это «Окаянные дни», это «Дневники», это «Дневники», это не самый приятный, скажем так, персонаж, и вообще эти ребята были не самыми приятными, и как не сделать из этого карикатуру, и как не сделать из этого… не знаю, нет, но, безусловно, это был тоже очень важный этап, но в кино это совершенно иначе происходит, хотя мы много репетировали, и, да, и Никита Сергеевич тоже требовал от меня, чтобы я… Причем это было не даже то, чтобы я это сделала на камеру, а вне камеры, то есть он останавливал камеру и заставлял меня делать какие-то вещи, которые просто противоречили моей природе и моему естеству, и он говорил, да-да, я вижу, что тебе тяжело, но ты должна это сделать, мне неинтересно то, что ты и так умеешь. То есть, другими словами, это было очень похоже на то, что делал Миндугас, но Никита Сергеевич так хитро это делал, так… Не знаю, в общем, атмосфера была совершенно другой, и в этом, скорее, был азарт. У меня был азарт, чтобы… То есть, чтобы получилось, да? Чтобы получилось, чтобы попробовать то, что он хочет, чтобы… Все-таки Никита Сергеевич, он, хотя и режиссер, режиссер, как бы он еще и артист. Миндугас тоже прекрасно показывает, и он учился на актера и так далее изначально, но все-таки Миндугас ставят как режиссер, а Никита Сергеевич в кадре, конечно же, пробует это на себя как артист. Он тебе это показывает так, что ты просто понимаешь, что ты никогда так не сделаешь, потому что он это гениально показывает, да, и гениально… То есть, комплекс не вырабатывается? И в этом есть такая… Ну, и комплекс вырабатывает, все что угодно, но в этом есть такая актерская, очень здоровая конкуренция, что вот он просит, и ты такой… А ты должен это сделать, чтобы он увидел, что ты можешь. Но в этом есть актерская конкуренция. А в случае с Миндугасом, это была работа актера и режиссера, и там было намного тоньше и намного нежнее, и просто еще и время другое. И образы разные. И образы разные, конечно. Или нет? Все-таки вот поскольку… Нет-нет, совершенно разные образы. Нет, я имею в виду, что образ той самой комиссарши, как раз комиссарши… То есть можно ли говорить о том, что образ Анны Кореи не тоньше? Или если мы все-таки говорим даже об этом образе, который вот вы как раз говорили о том, что страшно сделать карикатурным, или как-то его опошлись, он ведь тоже, вот это злодейство, оно ведь тоже играется достаточно сложно. Там много нюансов. Да, но мне кажется, насколько я поняла, Михалков очень доволен результатом, а мне он кажется слишком театральным. Мне кажется, что мое существование в фильме «Солнечный удар» слишком театральное. И в этом случае я таки доверилась Никите Сергеевичу, сделала так, как он хотел. Более того, в процессе у меня не было ни на секунду ощущения, что я вру, но теперь, когда я на это смотрю, у меня есть такое ощущение. Его нет у других людей, которые это смотрят. Ну, у большинства людей, скажем так. И Никит Сергеевич, правда, искренне, ну, он в этом смысле не юлит, он всегда очень, что касается работы, творчества, он очень зажигается, и ему сложно, ну, не поверить или подумать, что он лукавит. Он действительно доволен. А мне очень сложно на это смотреть, и мне кажется, что все артисты существуют в каком-то реалистичном жанре, а я существую в каком-то гротесковом, театральном таком состоянии. Возможно, это такой ход. Возможно, Никите Сергеевичу нравится. Что касается Анны Карениной, здесь максимально естественное существование, даже, может быть, бытовое, даже, может быть, оно очень сильно отличается от того, как играют остальные артисты, и это намеренно, и, возможно, поэтому меня пригласили со стороны, чтобы был ансамбль, вот какой-то один ансамбль, и Каренина, который выходит и играет совершенно в другой, какой-то, возможно, ну, другой даже театр немножко. Ну, то есть, как бы, звучание этого персонажа, оно отличается. Оно, с одной стороны, связано с главной героиней, и особенно монолог в конце, когда Анна Каренина выходит, Анна на краю, и она выходит, и это прямо после монолога Евгения Павловны Симоновой, монолога, собственно, Софьи Толстой. Они как бы перекликаются, и, конечно, это как единое музыкальное произведение, где ты всё-таки продолжаешь тему, да, а не идёшь совсем в разрез. То есть, это всё-таки одно музыкальное произведение, если мы так... Но... Такая цельная композиция. Да, да, но там совершенно другая интонация, да, то есть, там появляются другие какие-то... Не знаю, это же театр, это живая вещь, и она каждый раз разная. Ну, вот, кстати, вы упомянули, что по вашему внутреннему ощущению такой гротескный получился образ, у Никиты Михалкова. Если говорить вообще о работе театральных актёров в кино, вот не является ли это иногда проблемой именно? Потому что театр, там немножко по-другому говоришь, там более отверганно, гипертрофировано. В кино это вот иногда... Да, нет, конечно, но, опять-таки, вот советское кино, на котором многие выросли, и мы смотрим на этих артистов, и я не говорю про неореализм, там, как, не знаю, «Июльский дождь», да, какой-нибудь, это туда, к Антонионе больше, это не про такое существование, а я говорю скорее про фильмы Рязанова, там, Захарова, да, это очень... И, кстати, Михалкова раннего, это очень театральное существование, но только в том времени оно было абсолютно нормальным. То есть сейчас мы не можем представить, мы смотрим на эти фильмы, они... То есть они очень во времени в своем. Это не значит, что они не актуальны сегодня, но они все целиком являются каким-то показателем времени, того, как играли тогда, того, как воспринималось и кино, и театр, и жизнь в целом, и то, как... А, скажем, сейчас существование в кино, оно должно быть наоборот... Ну, не должно быть, но такая тенденция, что оно, наоборот, наиболее... Ну, то есть как можно более органическое существование, как можно меньше игры... То есть как в жизни, да? Как в жизни, да. То есть оно становится таким прямо... Иногда даже чересчур таким. То есть чересчур неряшливым, чересчур нелепым, чтобы это было более документально, менее... И так далее. Но это смешно, что мы говорим про Михалкова и про Карбаскиса, потому что в этом спектакле мое существование получилось более киношным, а в фильме Михалкова более театральным. Ну, так для меня. Мы сейчас прервемся на новости рекламы, потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу. Встретились, поговорили. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. А в гостах у нас сегодня российская актриса театра и кино, вокалистка групп Race to Space, Greenpoint Orchestra, Ивья Татьяна, Мириам, Сихон. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот мы говорили в первой части нашей программы о ролях кино и в театре, но у вас еще есть большая роль. Вы певица, и вот я назвал несколько групп, в которых вы выступаете. И вот интересно, что в одном из интервью я прочитал, что вы начали играть на скрипке, но затем перестали, потому что не могли слышать собственную фальшь, поскольку у вас абсолютный слух. Действительно так? Ну, да. Да, в детстве, то есть говорят, что абсолютный слух не может пропасть, но он должен тренироваться. То есть если у ребенка абсолютный слух, и он занимается сольфеджио, тогда он знает название нот, и те ноты, которые он слышит, он может идентифицировать. Ну, так же интервалы и так далее. А если ты долго-долго не занимаешься этим, то есть моя подруга-скрипачка Алина Масленникова, с которой мы, собственно, вместе придумали Виа Татьяна, она абсолютница. И она скрипачка, я абсолютница, но она слышит музыку нотами. Ну, то есть я слышу музыку музыкой все-таки. И я рада, что я не занималась, ну, в этом смысле, столько лет, чтобы слышать гудки машины и понимать, что это за нота. Это ля, да? Да, или просто смочь спеть мелодию, называя ноты, а не слова. Ну, то есть для меня, мне кажется, что теперь у меня слух скорее то, что называется гармонический. Ну, то есть я... На самом деле это не очень интересно, но для джаза это классно, потому что я пою джаз еще, хотя такой классический джаз, не то чтобы я... Но вы фальшивые ноты слышите? Конечно, да. Но вы согласны с тем, что фальшивая нота в джазе, сыгранную уверенно, считается импровизацией? Это есть такая популярная точка зрения? Она может быть нормальной, да, и попасть туда. Импровизация считается, мне кажется, другое. Хотя, не знаю. Ну, в смысле, она может быть в рамках импровизации, да, и это же живая история, поэтому, да. Но музыка, она, вот если сравнить ее с актерской работой, то есть она позволяет настолько сильно, настолько мощно раскрывать образы? Музыка позволяет все. Главным образом в музыке я независима. Я сама выбираю свой материал или я сама пишу свой материал, свою музыку. Я выбираю, когда мне петь, где мне петь, с кем мне петь, кому мне петь. Ну, более-менее, да, и какой образ мне в этот момент создавать или какую историю рассказывать и так далее. И все мои проекты, а у меня их больше, чем три, на самом деле, просто у них даже толком названий нет. Но все эти проекты, они такие разные именно потому, что я актриса и потому, что я воспринимаю музыку как в первую очередь повод для актерства. Это для вас в том числе и отдушина, судя по вашим словам. Как мне кажется, это очень важный момент. Вы подчеркнули, что я независима, учитывая, что актерская профессия у нас зависима от России. Да, но это есть... Это поиск свободы. Простите, что я вас все время перебиваю. Это разное... Есть разные варианты зависимости. Есть зависимость, когда вы командуете и говорите, что мне делать, а я это делаю. Это распределение ролей. Это нормально, когда режиссер командует, а актриса делает. Режиссер лепит, а из глины актера условно, который хорошо, если умный еще к этому и имеет какое-то содержание. Но в принципе, если хорошая глина и не умная, и без содержания, это тоже может быть интересно, если знать, как с этим работать. А есть зависимость такая, что ты хотел бы сыграть в этом кино, но тебя не берут, потому что есть продюсер, есть режиссер, есть канал, есть, не знаю, есть типажность, есть амплуа, к сожалению, тоже есть. Ну и так далее. И в этом ты зависим. Или просто ты работаешь в театре, где прекрасный режиссер, но он тебя не видит. Не значит, что он тебя не любит, но он не чувствует тебя частью своего как бы мира театрального. Это такая субъективная история. Ты можешь быть хорош, но тебя могут, в общем-то, не принимать, не понимать. Да, более того, у актеров, к сожалению, есть и возраст, и удача, и все это как-то влияет на то, как ты продвигаешься. То есть есть люди, которые сидят до 40 лет, и никто их не знает, и вдруг они где-то проявляются, потому что пришло время. Но очень страшно не дожить до этого момента. Во-первых, ты можешь так и не дожить. До этого момента, в смысле, его вообще не будет. А можешь просто отчаяться до того, как этот момент возникнет. А бывает, что артисты ужасно талантливы в юности, в театральном институте, и все просто... Вот сейчас Миндугас набрал курс. Просто он рассказывает каждый день про своих студентов. Это такое вдохновение для всех, для учителей, которых он набрал, для него, для театра, потому что он представляет, кто из них мог бы потом. Но за 4 года все очень может поменяться. Эти люди... Более того, а потом эти люди выйдут замуж, ну, женщины, например, актрисы, выйдут замуж, родят детей. Что поменяется после этого? Они приобретут или они потеряют? Ну, в общем, а музыка в этом смысле, она совершенно... Она идет вровень с твоим состоянием, она идет вровень с твоей жизнью. Ты в те или иные моменты волен выбирать себе то, что тебе ближе, писать... Ну, я пишу тексты на английском языке, я пишу музыку. Вот в Race to Space я пишу и мелодии, и тексты. И у меня есть еще и соавтор текстов, Андрей Колганов, мой друг. В Greenpoint тоже было много своей музыки, там тоже свои тексты. Я там с 17 лет пела. В Татьяне это все-таки... Ну, Виа Татьяна это ковера. Ну, как сейчас это называется, ковера, это советские песни. И нас все время спрашивают, а вы хотите свое писать? Ну, ребят, да, может быть, но зачем писать свое, стилизуя это под 30-е, 60-е, неважно, 70-е годы, когда есть такой пласт музыкальной, фантастической музыки, которую можно просто поднимать и поднимать, делать и делать. Причем, ну, понятно, есть совсем известные композиции, а есть очень редкие, которых никто не знает, и мы им вернули вторую жизнь. Мне ужасно страшно, что, когда появилась Виа Татьяна, это в моде было ретро, но такое абстрактное ретро, не конкретное. Но такое попцовое ретро, Нет, нет, ретро в смысле вообще это вдруг было очень модно. В одежде все стали делать какие-то вечеринки, все стали одеваться, но только это такое обобщенное ретро, это могли быть и 20-е годы, и 30-е, и 50-е, и пинап, и нэп, и модерн, и все, что хочешь. Все так, эклексика такая, все смешало. А сейчас в России, к сожалению, это все стало модой на Советский Союз, модой на воспоминания о Советском Союзе в таком идеализированном ключе. Тут даже как бы появляет идеализация Сталина, если не идеализация, но во всяком случае все перестали говорить о том, что это ужасно, и что он палач, и что был... То есть вот это как будто этого не стало. Выдающимся государственным действием. Да-да-да, мы победили благодаря ему и так далее. И просто у молодежи такая каша в голове, потому что это и есть та пропаганда, которая сейчас активно внедряется, и мне страшно, что кто-то может думать, что мой проект «Ве Татьяна», он как бы попадает в эту струю, ну то есть и в эту... Потому что это совсем про другое, это просто про музыку. Приходилось сталкиваться с такой точкой зрения? Конечно, да-да. Что вы продвигаете в Советский Союз? Нас спрашивали, да, конечно, и мы при любой возможности пытаемся как-то ответить, что это вообще не про это. И как раз меня интересует, что на фоне вот этого чудовищного пласта истории так или иначе люди смогли написать такую красивую музыку о любви, о дружбе, о будущем, но не таком светлом, дурацком будущем, о каком-то, ну, возможно, более настоящем, что ли, я не знаю. Поэтому, да, для меня музыка очень важная часть жизни. Вот этот момент, который вы упоминаете, советская культура, ведь действительно, если посмотреть в самые чудовищные советские времена, во времена сталинизма, рождались настоящие произведения искусства, и в классической музыке, можно брать и Шостаковича, и Прокофьева, и еще масса других, литература, Платонов, его «Котлован», который долго не публиковали, но потом мы все узнали, что, собственно, он писал об этом времени. Это вопрос, все-таки, на ваш взгляд, вот те песни, музыка, с которой вы работаете, это вопрос некого сопротивления, вопрос того, что вот эти добрые, красивые, хорошие песни, которые появлялись... Ну, они есть разные, да, и там есть песни с подтекстом и с какими-то намеками. Это то, что вырастало под давлением, вот, грубо говоря, то есть, как вы считаете, не под давлением, скорее, в момент сопротивления, что хочется... Я не знаю, я как раз вот в литературе, да, в поэзии, даже в живописи ты слышишь это сопротивление. В эстрадной музыке тех лет этого сопротивления практически нет. Сопротивление было в том, ну, вернее, не сопротивление, как бы сопротивление было уже в том, как эти песни выходили в свет или как удавалось ли им дойти до зрителя или нет, да, на тот момент, а в том, как они написаны, есть ощущение вне времени, есть ощущение какой-то оторванности от этого... То есть, такой параллельный мир. Да, какой-то параллельный прекрасный мир, и он очень... он очень наивный даже, хотя ты понимаешь, что люди, которые его создавали, они совершенно не... не сквозь розовые очки смотрели на мир. Это не... Многие из них прошли и лагеря, и все что-то. Да, безусловно. Это не какие-то люди, которые... Ну, даже, да, ну, даже есть певцы революции, которые потом очень очень разочаровались в этом, да, и им пришлось... Это же Платонов, он, в общем-то, вполне неплохо относится. И Маяковский. Маяковский вообще трагичность это дело закончила. Ну, то есть, вообще, 20-й век, это про... не только, не только в... ну, а в целом это про какие-то утопические мечты, которые не стали реальностью, и все в них верят, а потом ужасно вот это разочарование, оно... То есть, я понимаю людей, которые продолжают цепляться за идею, что все было хорошо, просто потому что им очень сложно и страшно столкнуться с мыслью, что на самом деле ничего не было, что это ни к чему не привело, и что их надули, ну, просто, по сути. Ну, вот есть такое мнение, что 20-й век из ощущения утопии, из строительства утопии превратился, в общем-то, в реализацию антиутопии. Вот как раз этот переход, он для многих стал очень болезненным, потому что те светлые мечты, которые, возможно, у людей были, в общем-то, превратилась в ту суровую реальность, которую мы все теперь знаем. Да. Которая не имеет ничего общего с этими мечтами, которая сами по себе возможно очень... На самом деле, я думаю, что в каком-то смысле, это, конечно, глупо и, может быть, странно звучит, но в каком-то смысле советская пропаганда в советское время, она как будто бы даже честнее была для людей, потому что это было общее направление, и люди действительно искали и хотели, чем та пропаганда, которая есть сейчас, потому что, в принципе, она не нужна, но она как бы из всех... Сейчас же есть больше способов ее навязать людям. И радио, и телевизор, и интернет, и пресса, и парады, пожалуйста, и... Ну, вот это все, как бы, это настолько навязчиво, что люди просто растут с этим как с... У них даже нет шанса верить этому или нет. То есть молодые люди, сейчас был день рождения Владимира Владимировича у нас, 65 лет, да, 65 лет, они опросили молодых студентов, которые все просто страшно благодарны за экономическую ситуацию, за их счастливое детство, за борьбу с терроризмом, за мир во всем мире, за, я не знаю, за все. И они выросли на этом, это совершенно какое-то другое... Здесь вот, на ваш взгляд, нет, здесь ведь интересно с точки зрения, что если рассматривать Советский Союз, то как раз все понимали, что есть некие правила игры, есть... Ну, в общем, прошли 58-ю статью, и все эти... Потом была Отепель, потом был Хрущев, Брежнев и так далее, но все понимали, вот есть Советский Союз, мы вроде как все живем в этом, но при этом не обязательно так думать. То есть ты мог внутри держать этот элемент свободы. Сейчас у тебя все открыто, тебя никто, в общем-то, по большому счету, ты можешь уехать. И это гораздо страшнее. Но ощущение замкнутости при этом... Свободы нет внутри. Да. А тогда свобода была внутри. Ну, да. Ну, участие людей. Да, поэтому сейчас нет такого искусства, которое было тогда. Это не потому, что нет талантливых людей, у них просто, в принципе, другое... Им очень удобно. Они очень... Им очень удобно, и им ничто не важно. Их ничто не волнует. Всех сейчас волнует только личное счастье и личный комфорт. То есть сейчас... Это нормально, это очень человеческая история, но просто как бы, как будто бы ничто не мешает тебе иметь личное счастье и личный комфорт. Ну, вот сейчас мысль, которая возникла. Ахматова пишет реквием. Пишет его, потом читает свои знакомые, потом сжигает, потом еще читает, и потом Камбурова уже в конце 80-х все это слова и музыка исполняет это произведение, которое просто взрывает, не знаю, все чувства в человеке. И, в общем, там фраза, когда Ахматова стоит в этих жены, жены врагов народа, ждут в очередных, очередях, куда отправили их мужей, и у нее спрашивают, вы можете это писать? Она говорит, да, я могу. Ахматова это делает, это поступок, это становится через много лет только известно и, в общем-то, ее произведение. Сейчас, в принципе, об этом можно писать, можно взять по это и написать, о каких-то, о Болотном деле, о Навальном, о тех проблемах, но это уже не такой поступок, как раньше. Вот в этом проблема, что сейчас нет этого элемента преодоления, ты ничем не рискуешь, по большому счету. Нет, ты очень рискуешь, но при этом ты можешь... Да, но тебя за это не посадят в тюрьму. Сейчас всех сажают в тюрьму. Вообще даже за меньше, чем то, о чем вы говорите. То есть, треквент сейчас мне написать вот аналогичный, вот такой критический в отношении власти? Театр ведь тоже может показать? То есть... Понимаете, проблема... Господи, мы так влезли в политику, мне просто кажется, Политика и искусство настолько взаимосвязанная Да, безусловно, особенно сейчас. Да, Серебренников опять же и так далее. Да. В первую очередь, как бы... Но... Дело даже не в этом, а в том, что есть... К сожалению, да, так получается, что вот, когда мы смотрим на эту ситуацию сверху, мы видим, что есть люди, которые очень за власть и в искусстве, и в науке, и где угодно, да? Потому что... Хазанов дарил корону Владимиру... Да, да, да. Ну, у них есть на это... У них... Их поддерживает государство, и они поддерживают государство в ответ. Есть оппозиция, которая очень малочисленная, очень разрозненная и... очень истеричная местами, да, и, к сожалению, мало использующая свои, скажем, творческие умения для того, чтобы... Да, то есть это не арт-оппозиция, это просто как бы... Мы хотим по-другому... Ну, какое-то в этом есть... Мы хотим перемен, как получается. Мы хотим перемен, да, но мы не пытаемся протолкнуть эти перемены там в театре или... Ну, практически. Конечно, это есть, но это очень маленькая такая прослойка. А дальше есть просто масса, которым вообще наплевать. Причем, среди них есть и старики, и дети, и молодые, и студенты. Им все нравится так, как есть. Их не интересует ни власть, ни отсутствие власти, ни смена власти, не то, что кого-то сажают, не того, что... Ну, сажают, значит, есть за что. Ну, сажают, но главное, что не меня. Ну, сажают, и хрен с ним, я зато могу себе стиральную машину купить, а вон 20 лет назад у меня, значит, родственники на доске в ванной терли. Ну, как... Да, вот и все. И... Ну, то есть, это такое безразличие? Да, это безразличие. Это чудовищное безразличие. И поэтому сейчас не может быть вот студенческой революции или там... Просто все хотят спокойно прожить свою жизнь. Хоть как-нибудь. но театр, он дает это ощущение, что театр разговаривает со своим зрителем, театр... Какой-то театр разговаривает, а какой-то нет. Тот, который разговаривает у нас... Господи, да уже при Путине 20 лет... 17, да? Сколько ты... 17. Больше, чем Брежнев. Да, но вот хорошо, еще 15 лет назад ты включаешь программу там на НТВ, и то, как люди говорят, как говорят журналисты, ведущие, это очень свободно. Так сейчас не говорят, так сейчас не пишут. Это все... Проблема же не в Путине, но как бы все окружение пытается предугадать, как нужно, а как правильнее, а как хочет вот Владимир Владимирович и его окружение. И все пытаются... Это как... Знаете, когда вот ты музыкант, и ты выступаешь на частном мероприятии, и между заказчиком и артистом всегда есть некие там, агентство, скажем, да, или организатор. И зачастую организатор просит артиста о каких-то вещах, которые он думает, важны или интересны заказчику, но он даже не спрашивает заказчика, важны или интересны. Он пытается предугадать его настроение. То есть Владимирский централ играл, да? Ой, пожалуйста, не ходите здесь, потому что... Ну, потому что заказчик просил не ходить здесь. А я знаю заказчика, скажем, потому что это наши друзья, например. Я знаю, что им совершенно не важно, что здесь будут ходить люди, и так далее. Ну, не знаю, это очень смешно просто, и все пытаются... Запретили это, запретили то. Вы же думаете, что Путин это запретил? Это же не Путин запретил, кто-то другой пришел и запретил. Это то, о чем писал Тургенев, это крепостничество. По сути, 1861 год. У меня на крепостное право Пожалуйста, идите, никто не идет. Куда идти? Что делать? То есть получается, что несмотря на то, что прошел 20 век без крепостного права, ну, был Советский Союз, был Сталин и все такое, то есть мы, по сути, я сейчас обобщаю немножко постсоветское общество, остались там же, где и были. в этом смысле. Это такая грустная история. Да. Мы по-прежнему роем этот котлован. Но проблема в том, что это грустная история, которую мы забываем, на которую мы тоже не обращаем внимания. И это как мы входим в одну и ту же реку много-много раз. Мы делаем одни и те же ошибки. Мы на них не учимся. Наши дети не помнят, не знают о них даже. Потому что... Хотите знать больше, идите в театр. Не знаю. Сейчас, правда, в России нет ощущения... То есть все стараются быть насколько можно аполитичными. Ой, мы вообще не про это, мы занимаемся театром. Ой, мы вообще не про это, мы только музыку играем. И это такой эскапизм, на самом деле, потому что намного приятнее пойти в свой подвальчик в театр, или не подвальчик, сесть там и просто не видеть ничего. И ты просто сидишь, занимаешься искусством и не знаешь, что там происходит. Так существует театр Фоменко, как будто бы, ну, в каком-то прекрасном иллюзорном мире. Вдали от всех. Да. Ты приходишь к ним, они живут этим театром. Это очень круто, это очень интересно, но сами артисты, режиссеры, люди, ощущение, что они даже не понимают, ну, я не буду говорить за всех, но просто некоторые, ощущение, что они даже не подозревают, что происходит вокруг. Но, как сказать, это же, искусство должно ставить под вопрос то, что происходит, должно высмеивать то, что происходит, и государство должно давать деньги на искусство не потому, что оно восхваляет это государство, а потому, что оно просто должно существовать, оно должно быть объективным. Ведь мы часто путаем государство с некой группой людей, которые стоят у власти, а государство это те же налогоплательщики, которые и содержат это государство. Но этого в постсоветском обществе нет. Нет. То есть государство это человек, который стоит у власти, еще группа людей, которые стоят у власти, чиновник. А мне нравится, украсили город. А ну да, но его украсили на наши с вами деньги, мы могли бы эти деньги потратить на стариков. Не, ну а что, красиво, я вот еду смотрю, тут это, тут цветы такие, все, ну это, ремонт сделали в какой-то... Ну, слушайте, я даже не хочу в это углубляться. Это очень грустно. Ну что ж, время нашей программы подходит к концу, но чтобы не заканчивать на такой негативной ноте, мне кажется, что все-таки стоит посмотреть спектакль «Русский роман», в котором наша гостья Мирям играет Анну Каренину. И вообще это история про взаимоотношения Льва Толстого и его супруги в рамках фестиваля «Золотой маски» показывает в Риге сегодня. Спасибо вам большое за этот эфир, спасибо за разговор. В студии работал Вадим Родионов, помогал мне звукорежиссер Родион Золотарев. Всего вам доброго, до свидания. До свидания.